Я вас всех поздравляю с праздниками прошедшими, с праздниками наступающими. Екатерина, здравствуйте. Добрый день, Кристина. Я представлю вас. У нас в гостях Екатерина Портягина. Екатерина – детский психолог. Более пяти лет уже работает с детками. 500 детей стали, более 500 детей уже стали более счастливыми, наверное, с помощью работы Екатерины. Есть опыт работы в детских центрах, модельных агентствах, достаточно стрессовые для деток ситуации. И, соответственно, Екатерина с этим работает. И сегодня я хочу поговорить на тему праздников. Я когда готовилась к эфиру, я вспомнила такую историю со своего детства. У меня детство пришлось как раз на 90-е годы, и была сложная экономическая ситуация. А у нас в семье как-то вот, ну, мы жили там с бабушкой, с дедушкой, и все смотрели вот эти все заседания парламента, какие-то депутаты. Вот это круглосуточно шли вот эти все трансляции. Я, естественно, как ребенок тоже все это слушала. И я понимала, что ситуация сложная, ну, как-то на своем уровне, там, то, что я могла понимать. И когда случались какие-то праздники, были выходные, все гуляли и так далее, я помню, вот у меня были мысли. Я думала, что это неправильно. Вот сначала надо включиться, поработать, чтобы в стране была хорошая экономическая ситуация, и потом праздновать. Вот это прямо, я помню, вот какие-то как раз новогодние, вот эти все праздники затяжные, и я прям сидела, об этом размышляла, что вот правильно было бы вот так вот сделать. И я сейчас понимаю, с точки зрения психологии, насколько это неправильно было бы, да, потому что так не работает, работает ровно наоборот. Праздники необходимы, потому что они возвращают психику взрослых людей в определенное состояние, можно назвать его детским, но это состояние, в котором, правда, чудеса случаются, и это уже научно доказано. И расскажите, Екатерина, пожалуйста, вот с точки зрения именно детского психолога, как вы видите эту ситуацию, как детский психолог видит, да, как праздники влияют, как праздники помогают формироваться правильным образом детской психики, ну, вот вашу точку зрения. Да, ну, смотрите, хорошая на самом деле история, и так немножко опишу ее, ну, почему она сформировалась у вас вот в таком понятии, да, по мере того, как будет идти эфир. И если мы говорим здесь, вот как вы правильно сказали, да, мы как будто бы возвращаемся в какое-то такое детское сознание, да, то есть взрослым праздники тоже нужны и важны, потому что для нас это какая-то возможность вот вернуться в это детское состояние, в детское сознание. И почему мы это делаем? Очень классно было бы рассмотреть с точки зрения теории, которую предлагал Эрик Берн, и говорил он о том, что у нас есть целая отдельная структура нашей психики, нашей личности, которая так и называется ребенок, то есть наш внутренний ребенок. Как только малыш родился, у него есть только одна структура пока, что нет никаких других, это только детская структура, которая отвечает как раз-таки за все вот эти вот хочу, за какую-то вот эту искренность, да, которая вдохновляет нас в детях, и которую мы смотрим и восхищаемся, как они так могут так искренне радоваться каким-то мелочам, казалось бы, да. Это все потому, что у них вот эта детская структура, она еще очень жива, она еще очень актуальна. И праздники, как мне кажется, это такой очень органичный способ, чтобы нам вернуться вот в это детское состояние без каких-то, знаете, таких упреков, может быть, что ли. То есть по мере того, как мы растем, да, вот после вот этой детской структуры у нас формируются другие структуры. Это взрослый и родитель. Родительская структура – это то, что нам как бы дают как такие некие убеждения, да, как правильно себя вести, как нужно. И вот часто бывает такое, вот многие, я думаю, сейчас об этом узнают, ну, вспомнят ситуации, когда родители говорят, что там нельзя так себя вести, да, это неприлично там так радоваться как-то слишком эмоционально, да, и все это потихоньку как-то вот эту детскую структуру подгоняет под какие-то своеобразные рамки. А праздник – это вот такой вот способ для того, чтобы без каких-то вот этих рамок, то есть эта структура, она очень органично вписывается вот в эти атрибуты все, да, где мы можем спокойно там смеяться, спокойно загадывать желания, мечтать, вот так вот верить в какие-то чудеса и тому подобное. И с точки зрения детской психологии, конечно, было бы здорово иметь вот эту вот возможность не закрывать детям вот эту вот искренность, да, какими-то очень такими строгими рамками, какими-то убеждениями, которые идут еще из нашего прошлого, да, у родителей из их прошлого, там, бабушки что-то как-то себе предполагали, то есть сейчас мир уже другой, он постоянно меняется, он постоянно развивается, и сейчас, как мне кажется, вот это вот, ну, как та же самая искренность, да, вот это творчество, то есть детская структура, она еще отвечает за творчество, за реализацию, за какое-то предназначение, да, вот все люди, которые говорят о том, что я не нашел еще своего предназначения, это все ведет нас к тому, что нужно обратиться к детской структуре, потому что в ней записано вот это самое, то, что близко именно мне, да, не в плане того, что там, кем я буду по профессии, а именно то, как я буду себя реализовывать, что может быть мне согласно, там, моему психотипу, да, ближе, то есть как я буду себя проявлять, какие методы я буду использовать и тому подобное, то есть вот в этом ключе предназначения. И, Екатерина, можно здесь остановимся, может быть, смотрите, как родители, вот то, что вы видите на своем опыте, как родители могут закрывать вот эту детскую структуру, может быть, такие какие-то вот реальные примеры, да, какие-то могут быть фразы, вот такое типичное, да, что, может быть, наши сейчас слушатели себя где-то узнают в этом, и можно будет как раз уже потренироваться по-другому. Кстати, у нас, я сделаю анонс, у нас 14 января Екатерина будет вести кессориум, то есть вот буквально уже реальные кейсы рассказывать, разбирать, может, тоже несколько слов о кессориуме, и потом уже о том, как мы можем, ну, родители неосознанно, да, каким-то образом подзакрывать эту структуру. Да, 14 числа действительно будет интересный у нас разбор, то есть я приведу пример разбора такого достаточно обширного кейса, да, то есть где было много, так скажем, каких-то трудностей и проблем, которые возникли, мы разберем, почему они возникают и как с этим можно справиться, и в том числе сделаем такой небольшой прогноз, да, на то, что может быть, если мы, например, на примере вот этого же самого кейса не будем предпринимать никаких мер, да, то есть как это дальше будет развиваться в ребенке, как это потом отразится на его жизни, и посмотрим, как это может сложиться по-другому, если мы начнем какую-то внутреннюю работу. Поэтому, да, если интересно увидеть это на реальном примере, разбор, то 14 числа это будет очень актуально сделать. У нас вся информация есть в шапке профиля, поэтому можно подписаться, посмотреть. Отлично. А если говорить по поводу того, как мы закрываем вот эту детскую структуру, это, если так, чтобы более понятно было, да, обращать внимание на то, даем ли мы детям какие-то установки, запрещающие их желание. То есть вот как только возникает какое-то хочу, сразу есть ли какая-то мысль, ну вот на примере мороженого, давайте приведем себе пример. Вот представьте, вы идете с ребенком зимой сейчас по улице, да, и он говорит, мама, я хочу мороженое. И очень часто я слышу такое, что родители говорят, мороженое зимой не едят. Это как-то неправильно, это как будто бы нелогично, да, то есть есть лето, летом мороженое есть правильно. А зимой и так холодно, и у тебя может заболеть горло, может еще там что-то случиться и так далее. И вот в этот момент мы так неосознанно, но немножко как будто бы запретили вот это желание. Оно как будто бы неправильное, оно как будто бы неуместное. И если мы вот обращаемся к этой детской структуре, да, то все вот эти желания, все вот эти хочу, они как раз-таки и закрываются тем, что сейчас не нужно это хотеть. Или можно хотеть, но не это. Вот давай что-то другое ты будешь хотеть, это более там правильно. Ну, например, мальчик хочет пойти на танцы, да, а мама ему говорит, нет, на танцы это как-то нелогично ходить мальчиком, давай ты будешь ходить на борьбу, да. И тем самым раз, и мы подзакрыли немножко вот эту детскую структуру. И дали ему параллельно убеждение, да, в какую-то другую вот эту родительскую структуру. И потом человек, когда он вырастает, он ориентируется на вот эти вот файлы, которые есть у него в голове по поводу того, а можно ли мне это сейчас. И когда возникает какое-то вот это желание любое, да, на него чаще всего находится какой-то аргумент, который кто-то когда-то где-то в голову заложил. Поэтому вот родители часто спрашивают, а почему вот детям так легко радоваться праздникам, а нам вот как-то так сложно, да, и в обычной жизни нам сложно проявлять какую-то такую наивность, легкость, искренность, как им. Потому что мы уже себя подстраиваем под какие-то вот эти внутренние файлы, которые нам, к сожалению, какие-то вещи запрещают внутри. Хотя они, может быть, уже не являются актуальными, да, потому что то же самое, там, мороженое зимой зачастую можно съесть, и ничего такого не случится, и горло не заболит, и желание исполнится хоть и маленькое, да, и ребенок будет понимать, что здорово, это классно жить и реализовывать какие-то свои такие маленькие вещи, которые постоянно приносят мне какую-то радость, какое-то удовольствие. И на самом деле, если мы не даем вот детям много таких каких-то запрещающих установок, то они вырастают очень хорошо знакомыми со своими вот этими детскими структурами, да. То есть если вы видите в своем окружении человека, который как будто бы вот он какой-то легкий, необычный, как будто бы у него все так легко получается, он постоянно принимает какие-то правильные решения, он постоянно знает, чего он хочет и тому подобное, вот это человек, который, скорее всего, ну, один из факторов, да, это человек, который хорошо знает свою вот эту детскую структуру, он понимает, что это мое желание, он, ну, можно так сказать, сильнее каких-то вот этих вот внутренних убеждений, да, он смог через них каким-то образом там перешагнуть, можно так сказать, и, ну, не давать какой-то одной структуре больше внимания и больше положения, больше места, чем другое, да. То есть если мы берем вот во внимание все три структуры, то есть детская, с которой мы родились, потом взрослая, которая появляется, родитель, то, по идее, они должны быть все, ну, так одинакового, да, размера и иметь какие-то равные права. А мы зачастую отдаем предпочтение каким-то внутренним убеждениям, как нам вот говорят, что так правильнее, так логичнее, и забываем о том, что есть наши какие-то внутренние желания, где можно просто подурачиться, где можно просто порадоваться какому-нибудь маленькому там подарку. И праздники в этом случае, они очень так терапевтично могут действовать на нашу детскую структуру, потому что мы как раз-таки можем вот так вот без какого-либо угрызения совести вернуться вот в это детское состояние и просто порадоваться, просто собраться с семьёй, получить какой-то подарок, там, кому-то позвонить без какого-то определённого там повода важного, да, поговорить. Поэтому праздники вот в этом плане очень нужны и очень классно действуют и на детей, и на родителей. Здорово. Ну, вы уже и ответили на один из вопросов, которые были до эфира, что почему в детстве ощущение праздника острее, а взрослым приходится создавать его искусственно, да? Вот. Ну, вот так вот. Друзья, пожалуйста, вопросы пишите, я вижу в чате. Пишите, вот возле, есть окошко комментариев, и там знак вопроса. Вот туда пишите, чтобы они оставались. Можно ли, вопрос, можно ли разбаловать ребёнка, если всё ему покупать, что он хочет? Такой актуальный, мне кажется, для многих сейчас вопрос. Да, конечно, можно, потому что если мы даём ребёнку абсолютно всё по любому его желанию, то у нас возникает такое понятие, что у ребёнка не складываются определённые правила, да, то есть есть как бы определённые правила, когда мы можем это купить. То есть это не значит, что вот если у ребёнка возникло «хочу», и мы ему прям моментально это не дали, это не значит, что это 100% правильная ситуация, во всех случаях жизни нужно сразу давать ребёнку, чтобы не закрыть ему детскую структуру. Нет, нужно с ним разговаривать. Например, если это какая-то там десятая машинка, да, которая и так у него уже девять таких же есть, то мы можем поговорить с ним о том, что сказать, например, смотри, у тебя уже есть такие игрушки, да, мы тебе там в этом месяце что-то такое уже покупали. Или может быть такое, что ребёнок неаккуратно как-то обращался с предыдущими игрушками, и ему, если покупать новую, он также не будет учиться бережно относиться к каким-то вещам, да. То есть вы разговариваете, вы даёте ребёнку понятие того, действительно рационально сейчас это ваше решение или нет, да. И вот если привязывать это к тому, о чём я говорила, вот эта ситуация с мороженым, это скорее, знаете, такое импульсивное какое-то решение, да. То есть мама говорит, нельзя зимой мороженым, у тебя заболит горло. И она даже не задаётся вопросом. Сама себе, да, не отвечает на вопрос, почему. Да, ну то есть откуда эта мысль в моей голове взялась? Может быть, мне её моя мама где-то заложила, да. И вот в этом случае это, ну как бы, вот вопрос недостаточно актуальный, да. И ребёнок не понимает, почему нельзя мороженое, при чём здесь зима, да. А если мы говорим о каких-то постоянных покупках, о вот этом баловстве, как, да, говорилось в вопросе, то здесь вы с ребёнком разговариваете, и он должен понимать, когда мне покупают игрушки, почему это происходит, почему нельзя постоянно это делать, да. То есть должны быть определённые правила, и, ну, тогда у ребёнка всё правильно сложится в психике. Вот это может быть очень таким важным критерием, да, когда, ну вот, действительно, всё позволять нельзя, это тоже, ну, нет границ, это для ребёнка сложная очень психологическая ситуация. Но вот этот момент, да, когда вы сами понимаете, задаёте себе вопрос, а почему я запрещаю, да, я понимаю, почему я запрещаю, а когда я это делаю, действительно, автоматически, не отдавая себе отчёт, ну, действительно, почему нельзя, ну, потому что у меня так было нельзя, да, и вот эти вот вещи, они передаются, ну, как бы без участия нашего критического ума, какого-то осмысления. Скажите, пожалуйста, как лучше объяснить ребёнку, если он расстроился, что Дед Мороз принёс не тот подарок, который он хотел? Ну, так вот бывает. Как лучше объяснить? Интересный вопрос. Тут я бы спросила, а почему Дед Мороз принёс не тот подарок, то есть он был от кого? От родителей или от какого-то другого человека? Вот этот момент интересен. Но если так, то можно, чтобы ребёнок не утратил, опять же, какой-то веры вот в это волшебство, да, в какие-то желания, можно ему просто объяснить, что... Как это сейчас сказать, чтобы это прозвучало логичнее? Чтобы ребёнок понимал, что в его власти, ну, как бы в его руках есть вот это вот волшебство, да, есть вот эти вот возможности, и что, ну, может быть, с первого раза не получилось, но если мы там, например, загадаем, да, или напишем ещё как-то... Напишем письмо, да. То есть всё это сделаем, то впоследствии у Деда Мороза будет возможность принести именно тот подарок, который ты хотел. То есть чтобы ребёнок и не расстраивался, это во-первых, да, а во-вторых найти, возможно, какую-то положительную часть в том подарке, который Дед Мороз всё-таки принёс. Потому что не нужно забывать о том, что это здорово, да, подарок есть, и что в нём классного, как мы его можем использовать, да, то есть момент такой как бы благодарности и вот этого чуда, чтобы у ребёнка тоже был, и он не думал, что если вот желание не исполнилось как в каком-то стопроцентном таком его видении, да, то оно всё равно так или иначе волшебство произошло, чудо произошло, Дед Мороз о тебе не забыл. Он всё-таки какой подарок смог, такой и принёс. Ну, да, и здесь вопрос как коммуникация ещё, да, чтобы мне дали то, что я хочу, я должен учиться это доносить и писать письма как-то. Взрослым говорят, да, ну, вот эти все там тренинги по загадыванию желаний, целей и так далее, что формулируйте точно, да, прописывайте нюансы, потому что дадут как дадут. Вот, да, а с другой стороны действительно как-то давать ребёнку постепенно эту идею, что иногда, ну, ты хотел одно, тебе дали другое, но это может быть впоследствии даже лучше, ну, потому что в жизни так тоже происходит. Мы хотим одно, нам дают другое. И очень важно умение, некая гибкость, да, увидеть действительно там, ну, что-то хорошее, да, и тогда ситуация действительно начнёт разворачиваться вот в хорошую сторону. Пишет нам, сын слушает эфир, говорит, я понял, что если вы дадите мне зимой мороженое, я вырасту общительной. Да, в том числе. Так, ой, сейчас-сейчас-сейчас. Так, как же мне вернуть? Сейчас, одну секунду, вот, всё. Так, я смотрю вопросы. Я смотрю вопросы. Как взрослый может узнать свои детские желания? Нет, психолога? Можно и самостоятельно. То есть вот эта детская структура, она не умеет разговаривать, да, то есть если мы, например, говорим про родительскую структуру, то там зачастую в нашей голове звучат какие-то мысли нашими словами, то есть прямо вот нам что-то, эта установка, она звучит, может быть, даже чьим-то голосом внутри нас. А вот детская структура, она на то и детская, что она ещё даже разговаривать не умеет, и она, ну, вот, больше такая интуитивная, её нужно почувствовать. И если вы, в принципе, будете обращать внимание, как вот в этой истории с мороженым, да, а почему я сейчас вот так вот сказала, почему я так среагировала, может быть, это на самом деле, ну, не моя какая-то установка, да, вы сможете постепенно прийти к вот этому ощущению того, что, ага, есть какое-то моё желание, оно внутри, и, в принципе, его можно почувствовать самостоятельно, просто путём такого своеобразного, может быть, анализа, когда вы понимаете, что почему вы вот эти вот свои желания как-то то ли не слышите, то ли где-то закрываете, потому что они сто процентов есть там внутри. Просто с психологом работа, она обычно, конечно, может пойти быстрее, но как вариант самостоятельной работы через какой-то анализ, через ощущение, вот эту самую интуицию, оно тоже может прийти. Вопрос самонаблюдения, да, во многом. Как вы считаете, нужно ли наказание? Каким вырастает взрослый, который был сейчас, который был часто наказуем в детстве? Вот вы знаете, такой вопрос немножко двухсторонний, да. С одной стороны, как говорится, да, что либеральный стиль, он достаточно такой проблематичный, да. То есть если вот это есть вседозволенность и нет абсолютно никакого наказания, то они формируются определённые очень важные навыки. То есть даже, например, если взять тот же самый моральный интеллект, да, там говорится о том, что на одной из стадий наказания необходимо ребёнку как часть, которая показывает ему, а как не нужно поступать, да, как мне не нужно действовать, чтобы в обществе быть эффективным. Но с другой стороны, нужно понимать, вот это наказание, оно идёт за что и в какие моменты, да. То есть если это там подзатыльник за любое какое-то действие, там, когда ребёнок проявил какую-то инициативу, захотел там, не знаю, со стола вытереть и случайно смахнул крошки на пол, да, и за это последовало наказание, то ребёнок вырастет с тревожностью и с такой неуверенностью в себе, потому что будет постоянно искать какого-то вот этого одобрения, да, что, а вот я сейчас так сделал, а не последует ли какого-то наказания после этого, да, не накажет ли меня там начальник какой-то или ещё кто-то, или вообще вселенная, да, в каком-то более таком широком понимании. Поэтому, ну, наказание, оно такое, как больше внедрение правил, я бы всё-таки его рекомендовала, да. Просто бывает такое, что некоторые детки очень волевого психотипа, и у них вот это вот соблюдение правил должно быть очень контролируемо, да, то есть родителям нужно применять определённые усилия для того, чтобы смотреть, насколько соблюдаются эти правила. И где-то ребёнка немножко, так скажем, подправлять, да, то есть говорить, нет, пойди, нет, надо сделать, нет, такое правило. То есть, возможно, несколько раз. Некоторые детки с первого раза это понимают, и там нет никаких вопросов, а кому-то нужно просто более такое вот тщательное наблюдение. Вот с этой точки зрения эта система была бы лучше, она была бы экологичнее. То есть здесь, как и в первом случае с тем, чтобы позволять ребёнку то, что он хочет, да, как я услышала, важна осознанность родителя. Что я позволяю или не позволяю, почему, за что я наказываю, то есть вот не импульсивно, не вот просто у меня эмоция там что-то, и я как-то выплеснула, да, на ребёнка, а более осознанно понимать, что происходит. Ну и да, очень важно, чтобы ребёнок понимал тоже, за что его наказывают. Вот наказание, ну это я уже со своей ещё добавлю, да, со своей колокольни. Для меня наказание – это не страшно. Нет наказания, понимаете, ребёнок ведь понимает, что он нарушил правила, да, и за это должно быть какое-то наказание адекватное. Ну иначе сложно, иначе, ну, наказание – это тоже границы некие, правило – это границы, которые поддерживают, иначе не стабильность внутри. Ну, это с точки зрения уже глубинной психологии. Но очень важно, чтобы у ребёнка была внутри логика, какой-то порядок, за что меня хвалят, за что меня наказывают. Я получил пятёрку, меня похвалили. Я получил двойку, меня наказали. Всё, и это понятно. И тогда мир стабилен, мир спокоен, и это помогает человеку дальше двигаться по жизни. А если я сегодня получил пятёрку, меня отругали, потому что у мамы плохое настроение, а завтра я получил двойку, а мне конфеты купили, потому что у папы там хорошее настроение. Всё. Вот это создаёт путаницу и сильный стресс. Вот. Окей. Давайте ещё посмотрим, у нас вопросы есть. Говорят, что девочек нужно баловать, а мальчикам нельзя. Они должны завоевать того, чего хотят. Ну, это вот, наверное, тоже вопрос правил. Они должны быть и у мальчиков, и у девочек, потому что здесь нет какого-то такого гендерного развития, ну, как мне, да, кажется. То есть, может быть, это, знаете, как такой некий стереотип, можно сказать, да, что девочек нужно баловать, что их нужно там одевать в платьишки и что-то тому подобное, а мальчикам нужно вот какие-то усилия постоянно принимать, как, о господи, заговорилась, прилагать, да, прилагать какие-то усилия для того, чтобы что-то получить. Или, например, что нельзя плакать, если ты чего-то не получил, да, то есть это определённые такие вот стереотипы. И лучше, чтобы были правила и у тех, и у других, потому что если у тебя совершенно нет никакого вот этого понимания, если ты мальчик, что тебя могут любить просто так, да, что тебе могут просто так что-то дать, ты можешь получить мамину любовь просто так, да, а не завоёвывать её, то здесь психика будет здоровее, и ребёнок будет счастливее, чем понимать, что так же, да, в будущем, когда человек вырастет, у него будет понимание, что ничего не даётся просто так, мне нужно обязательно это завоёвывать. А это всё достаточно, ну, через такое напряжение идёт, потому что завоевание — это когда ты всегда идёшь к какой-то цели, и есть вот это некое напряжение. И так же у девочек. Если есть только баловство и нет никаких определённых правил, то это, в принципе, приведёт к тому же самому результату, о котором мы уже говорили, где есть вот эта вседозволенность, и, соответственно, нет абсолютно никакой самостоятельности в том числе. И когда эти взрослые люди потом выходят во взрослую жизнь, да, без каких-то правил, которые в социуме неизбежно существуют, то они тоже сталкиваются с рядом трудостей потом. Поэтому вопрос такой немножко. А ещё, знаете, не дай богу, в семье есть мальчик и девочка, и вот если родитель по этой логике идёт, значит, мальчика там строит, девочку балует. Это ещё создаёт между детьми невероятно сильное напряжение. Абсолютно, да, конечно. Вот, поэтому, ну, согласна. Друзья, я вижу очень много вопросов. Мы разберём, что успеем сегодня. Ну, напомню, что 14-го у нас будет встреча с Екатериной, кейсориум, где будет реальный, да, кейс показан, работая с детками. Интересно будет психологам, если вы психолог, тем более посматривайте в сторону детской психологии, сейчас очень востребовано. Я, ну, вот как психолог с детьми не работаю, но вот сколько я практикую, у меня очень много запросов, приходят родители, а можете с детьми поработать. Ну, например, да, родители, клиенты. Поэтому хороший детский психолог сейчас на вес золота, кто тоже вот в эту сторону посматривает, вам будет интересно. 14-го во сколько у нас? В 20.00 по Москве. 20.00 по Москве, соответственно, 19.00 по Киеву. Ну, вся информация у нас есть в шапке профиля. Так, и будет возможность тоже задать вопросы в прямом эфире. Так, давайте смотрим ещё. Если не было правил в детстве, иногда от родителей, как их простроить во взрослом возрасте, если не было правил в детстве? Знаете, у меня возник сейчас такой вопрос. Это задаёт вопрос человек, исходя из своего восприятия, что ему как будто не давали правила, или он знает кого-то из ближайшего окружения, у кого этих правил нет. Потому что вопрос тогда очень будет такой интересный. Скорее всего, мне кажется, что есть кто-то другой, у кого этих правил не было, потому что если вы задаётесь этим вопросом, то, скорее всего, у вас есть вот эти своеобразные такие рамки понимания того, как бы что можно, а что нельзя. А если касательно другого человека, то, ну, тут бывает сложновато, да, такой спорный вопрос, потому что мы, по сути, как-то не можем влиять уже на взрослого человека, особенно если не мы, там, его какие-то ближайшие родственники, да, не живём мы в одном, там, пространстве и тому подобное. И, ну, зачастую такие люди, они, вот, как я уже говорила, да, именно они в обществе и начинают иметь вот эти трудности в коммуникации, потому что если ты, там, не уважаешь ту же самую территорию другого человека, да, ты не понимаешь, где вот эта вот граница, то идёт вот это вот самое столкновение. Поэтому, ну, как бы сложно сказать, вот прям поменять человека, прям что-то ему дать, вы, к сожалению, не сможете прям на 100%. Если вы, там, например, начальник, и у вас есть такой подчинённый, то вам придётся просто очень тоже такие, как с ребёнком, да, есть определённые рамки, и вы, как родитель, их контролируете, чтобы он вот не ушёл вправо-влево, но, опять же, это вам нужно будет применять эти усилия и смотреть, готов ли человек эти правила, опять же, соблюдать. Да. Какие ограничения в компьютерные игры у мальчиков 12 лет? Такой же конкретный вопрос. Тут нет какого-то определённого, знаете, там, градации по возрасту и по времени. Тут, скорее, идёт ваша какая-то, ваша личная договорённость о том, есть ли, опять же, вот эти самые правила, да, которые мы устанавливаем, например, сколько удобно и сколько, там, ну, как безопасно, да, для ребёнка, например, проводить время за компьютером. Если, там, он сидит сутками, не ест, не пьёт и только играет, то, конечно, это, ну, нездоровая, да, для него ситуация. Поэтому, опять же, через какие-то определённые договорённости о том, что, например, там, 2 часа в день или, там, 3 часа в день, сколько уж вам удобно. Я даю именно такой сейчас немножко, может быть, завышенную планку, да, потому что ребёнку уже 12 лет, он уже близок к подростковому возрасту, и сейчас будет немножко уже, может быть, сложнее ему поставить какие-то эти рамки. Но в любом случае договорённости и коммуникация вам в помощи. На самом деле, игры – такая интересная тема. Я вам рекомендую, если вот кто задавал вопрос, если это, ну, вас беспокоит. Есть классная книга, называется, по-моему, «Реальность под вопросом». Что это такое? Это книга, где описывается психология игры, видеоигр. И, в общем, ну, я в своё время, мне эта книга помогла как-то по-другому посмотреть на видеоигры, не как абсолютное зло, а как на возможность креативного роста тоже ребёнка. И, ну, в общем, это такая тема неоднозначная, потому что есть в обществе такое отношение, что видеоигры – это зло. Тем более, например, вот, ну, я не знаю, возраст девушки, кто задавал вопрос, но вот наше поколение, условно, там, 35-45 лет, да, мы всё-таки в этом не росли, и для нас, кажется, это странно. Ну, мы же росли во дворах, да, мы росли вот в таких. И нам кажется это ужасно, что вот как это ребёнок, он не ходит играть, он сидит в компьютере, да. Но вот это уже другой мир. И, в общем-то, тут, ну, такая тема многогранная, в общем, не тема нашего эфира, но по-разному можно на это смотреть. Так, дальше давайте смотрим. Кстати, много запросов от родителей, вот вы работаете, много запросов про видеоигры, про то, что дети играют, там, вот в такой тревоге, что... Ну, да, бывает, зачастую бывает тревожность родителей по поводу того, что вот это всё вредно, это всё плохо, и лучше бы книжку почитал. И да, я совершенно согласна с вами, Кристина, о том, что нужно брать во внимание то, насколько сильно изменился мир, и как вообще сейчас у нас происходит вот это вот виртуальное общение, да. Мы, по сути, как родители тоже в этом участвуем, потому что мы тоже сидим в телефонах, в соцсетях, что, может быть, не всегда для нас там хорошо на нас действует, но это реалии нового мира. А если вот вернуться, например, к вопросу, да, то там ещё и мальчик. А мальчикам, я вот читала статью о том, что если мальчики играют в видеоигры, даже где вот есть вот эта там война, убийство, оружие и так далее, то они таким способом свою вот эту природную привычку завоёвывать что-то, да, стрелять и так далее, они как-то вот это выплёскивают, да, и у них не возникает какого-то вот этого напряжения и агрессии в реальный мир, поэтому, в принципе, это... Да, я согласна. Книга, повторяю, была просьба повторить, книга называется «Реальность под вопросом» или «Почему игры делают нас лучше». То есть позиция авторов как раз в защиту игр, и книга очень интересная с точки зрения, вот если вы психолог, если вы мама ребёнка, у которого, ну, как вы считаете, есть проблемы с играми, если вы руководитель, вот, в общем-то, это и про мотивацию людей, и про то, что дают игры, и про психологию, рекомендую. Так, смотрим дальше, давайте мы ещё 5-6 минут побудем, и ещё раз повторюсь, что 14 января будет возможность Екатерины ещё встретиться в вот таком более, скажем, широком формате, ну, больше времени будет, и будет возможность уже практически какие-то вещи посмотреть, как работают детские психологи, да, если вы, например, психолог, хотите стать детским психологом, или вы родитель, хотите стать психологом, или вынуждены стать психологом для своего ребёнка, вот, это тоже, тоже будет интересно, полезно. Может вообще отказаться, это предложение, может вообще отказаться от слова наказание, меня же наказывают за мои желания, а правило это, а правило это друг. Ну, вот это продолжение темы, да, про наказание. Вот, знаете, вот на курсе детский психолог, который вот начнётся у нас 25 января, я как раз-таки буду давать вот эту систему, которая в принципе не говорит о том, что есть слово наказание. Она там скорее участвует в таком контексте, как отсутствие некого поощрения, да, но поощрение здесь не идёт в плане того, что там конфетку тебе дадут, да, или по головке погладят, а именно через такую своеобразную мотивацию ребёнка, то есть ребёнку, как сделать так, чтобы ребёнку было интересно соблюдать эти правила, усваивать их и как именно правильно сделать, да. То есть тоже важно понимать, что если мы ребёнку что-то говорим с формулировкой «не» или «нельзя», то у него в голове не появляется связь о том, а как должно быть. То есть вот правило хорошо тем, что оно говорит, а как должно быть, как я должен себя вести. То есть вот так мне нельзя, а как можно мне никто не говорит, да, или как я должен, никто не рассказывает. Поэтому, в принципе, можно вообще отказаться там от этого слова «наказание», да, его в таком контексте не использовать, но посмотреть вот немножко с такой другой стороны, когда ты можешь замотивировать ребёнка. И, знаете, вот это вот отсутствие поощрения, да, оно порождает в ребёнке ещё такое хорошее понимание, что, например, не мама что-то у меня отобрала, или мама чего-то мне не додала. А я сам у себя это сделал, исходя из того, что я, ну, не соблёл какое-то правило, да, я нарушил какое-то правило о том, как эти правила формируются и на что именно стоит обращать внимание, об этом тоже на курсе будем подробно говорить. Поэтому, ну, тема тоже такая достаточно обширная про наказание, про правила и то, как правильно всё это сделать, чтобы ребёнку было комфортно. Ну, это даёт, ну, продолжение, да, если вот так я воспринимаю, ребёнок воспринимает, то это даёт как будто бы силу исправить. Опять же, как про Деда Мороза, да, мы говорили, принёс мне тот подарок. Окей, принёс мне тот подарок, но давай подумай, как можно по-другому что-то сделать, да, ты можешь что-то сделать. То есть там, где ребёнок или взрослый человек может сделать, там тревога, страх, агрессия переходит в действие, переходит в результат. Это не образует травму. И точно так же наказание, да, если я знаю, что я могу сделать, чтобы завтра не получить наказание или там, ну, лишение чего-то, хоть как угодно назовите, это не травма. Вот всё. Там, где я могу что-то сделать, чтобы это не повторилось, это не травма. Поэтому... Такая интересная у нас тема, мне кажется, праздники постепенно перетекла в такую тему правил. Но на самом деле, знаете, могу сказать, что это нормально, потому что вот больше всего вопросов почему-то именно на этой теме возникает у родителей и на консультации, и на курсах. Поэтому вот здесь вот это как раз-таки вопрос тоже правил. То есть излишняя строгость — это вот когда мы очень много даём. Нельзя, не так, не-не-не, да, не делай, не бери, не трогай. То есть вот какая-то такая позиция. И тогда у ребёнка нет вот такого подспорья, да, в том, а где я делаю правильно, а где я могу себя проявить так, чтобы это было безопасно для меня, да, чтобы не возникло вот это наказание, не было вот этой строгости. И то же самое вот это вот излишнее такое баловство, да, о котором мы тоже сегодня уже говорили, когда вседозволенность, когда ребёнку очень много позволяем, и у него совершенно не складывается вот этого понимания, а почему нельзя. И когда там взрослый человек уже выходит в мир, он там хочет взять что-то, что принадлежит другому, и он сталкивается с таким сопротивлением, да, что для него тоже неожиданно. Поэтому правда она, как говорится, всегда где-то посередине, и вот в этом случае правила как раз-таки могут очень хорошо помочь, потому что вы и не наказываете. Ну, то есть вот когда есть правило, да, я точно понимаю, это для меня предсказуемая среда. Я точно понимаю, что вот оно есть, оно объективно, и если я его не соблюдаю, то да, следует какое-то наказание, какая-то строгость. Если я его соблюдаю, есть какое-то поощрение, есть что-то, что, ну, как бы для меня хорошо действует, да. Поэтому вот эта такая своеобразная безопасность внутри, которую дают мне правила, она очень хорошо в этот момент и работает. То есть для себя продумайте, что для вас важно, что вы хотите ребёнку дать, чтобы это не было какой-то вот, как тоже, Кристина, вы говорили, да, сегодня я пятёрку получил, но меня наказали, всё зависит от какого-то там настроения мамы или ещё от чего-то, от каких-то эфемерных вещей. А правила, они всегда дают очень понятную вот эту структуру. И, кстати, если вы начнёте вот эти правила вводить, вы очень быстро увидите, как дети радуются и как они потом сами будут вам говорить, мама, почему ты так сказала? У нас же есть правила. Или там, папа, а почему ты так сделал? У нас же вот есть правила. И они очень хорошо это впитывают, потому что психика начинает понимать, что это всё очень классно, безопасно и предсказуемо для меня. Это как вот стены дома, да, мы все сейчас вот в доме каком-то, да, каждый в своём находится. Вот стены, они ведь ограничивают вас, правильно? Ограничивают. Ну, представьте себе, без стен. Это тревога, это невероятная тревога. Вот они правила и соответствующие дальше наказания. Они, да, ограничивают, но они создают, ну, как мы говорим профславным языком, контейнер, то есть некую коробочку, некую поддержку, некие стены, на которые можно, если что, опереться. А без этого просто очень сильная тревога поднимается. Вот, окей. Так, вопрос. Ну, давайте ещё несколько вопросов разберём, и остальные уже на кейсориум 14-го можно будет задать. Будет время, да, Екатерина, у вас на кейсориуме? Можно будет ещё вопросы подознать? Да, конечно. У нас даже будет такое, что мы сможем разобрать несколько ситуаций конкретных людей, то есть вы сможете обратиться со своей ситуацией, как у вас в семье. А, то есть онлайн будет, да? Да, да, и мы поговорим, и прям разберём какие-то основные моменты. Окей, ну вот хорошая мотивация, да, быть онлайн. У кого есть вопросы, кто хочет более подробно какие-то свои разобрать, в ситуации 14-го января, 20 по Москве, в шапке профиля есть ссылочка. Так, вопрос такой. Двое детей, 12 и 8 лет, мальчик и девочка. Не ругаю их за плохие оценки. Говорю, бывает в жизни не всё сразу получается. Я вас и без хороших оценок люблю. Выходит, я неправильно их воспитываю? Вот, знаете, для меня оценка, вот вообще слово оценка и система, вот эта оценка, которая есть в школе и наказание за них, да, она тоже такая достаточно противоречивая, можно сказать, тема, потому что вот здесь автор вопроса совершенно прав, что любовь мамы не должна зависеть от того, хорошо ребёнок учится или плохо, да, и нужно понимать, что вот есть предрасположенность к одному предмету и нет к другой, да, к другому. Вот тоже недавно читала статью по поводу того, что говорится там о том, что почему-то родители склонны, когда ребёнок получает какую-то плохую оценку по какому-то предмету, делать акцент на этот самый предмет. То есть они начинают нанимать репетитора, там, вводить его на какие-то кружки, но не развивают какой-то тот предмет, который и так хорошо идёт, да, по которому и так есть пятёрки. Поэтому вот здесь это вопрос, ну, такой вот само слово оценка, да, это как будто бы меня оценивают за что-то, как какого-то человека, да, и мама там меня любит или не любит за вот какие-то мои оценки. Поэтому я бы не рекомендовала, чтобы была вот какая-то система наказания именно за оценки, да, и были вот эти разговоры о том, что знания и оценивание этих знаний – это зачастую совершенно разные вещи. И если что-то не получается или если вы видите, что у ребёнка там нет какой-то совершенно мотивации, то тоже, опять же, нужно работать не через наказание, а через поиск каких-то интересов. Ту же самую вот эту детскую структуру, да, с которой мы начали, её активация, потому что бывает такое, что я сейчас вижу, даже детки приходят там вот возраста 10-12 лет, и они уже говорят о том, что я не знаю, чем я хочу заниматься, я не знаю, что мне интересно. И, ну, это как бы достаточно печальная история, потому что дети ещё должны помнить, у них должен быть жив вот этот интерес, поэтому оценки – это не тот критерий, за который мы как-то должны своих детей ругать или свою любовь каким-то образом проявлять или не проявлять, то есть должны быть для этого какие-то другие вещи, другие моменты. Поэтому здесь это не считается какой-то неправильностью в воспитании, я думаю, что это нормально. Окей, я предлагаю на сегодня завершить. У нас есть вопросы, вопросы я Екатерине передам, и я думаю, ну, вот те, которые не успели разобрать, на Кейсоре будет возможность напрямую или как-то вот внутри кейса это показать, поэтому приглашаем вас всех 14 января в 20 по Москве, 19 по Киеву. Я благодарю вас, Екатерина, очень интересно за ваши ответы, за ваши советы, рекомендации родителям. Спасибо нашим зрителям за вопросы, за активность. Вот, пишите, если будут еще вопросы, будут запросы на подобного рода эфиры, будем повторять. Вот, и всех с праздниками, с прошедшими, наступающими еще пока. У нас впереди еще есть праздники, вот, поэтому включайте свою, позволяйте своей детской структуре, да, выходить наружу, как раз это время для нее, и правда вот там, где есть детское, там случается волшебство, да, когда мы верим. Понятно, что только на этом не выжить во взрослом мире, но правда чудеса случаются в любом возрасте, вы все это знаете, со всеми они случаются, вот, и чтобы они случились, нужен вот этот ребенок внутри. Со взрослыми они не случаются, с внутренними детьми вполне себе. Все тогда, завершаем. Спасибо большое. Спасибо большое, всем до встречи.